Всем привет! В этом видео поговорим о том, что президент России призвал действовать на опережение в нефтегазовой сфере, пользуясь просчетами Запада. Вчера Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное развитию нефтяной промышленности, в ходе которого призвал воспользоваться просчетами западных политиков и получить наибольшую выгоду из создавшейся ситуации. Президент страны пообещал оказать российским нефтяным компаниям максимально возможную поддержку по переориентированию логистических маршрутов с европейского на азиатское направление. По словам Владимира Путина, результатом сумбурных и суетливых действий американских и европейских политиков стал фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Однако данный фактор не должен расхолаживать руководство российских компаний, а наоборот должен заставить их действовать более эффективно, чтобы в текущей благоприятной ситуации максимизировать прибыль и увеличить долю российских энергоносителей на новых рынках. Сейчас основной проблемой для российских нефтяных компаний является отсутствие собственного флота супертанкеров и проблемы со страхованием грузов с нефтью. Для новых российских нефтегазовых проектов стало недоступным кредитование в западных банках в условиях санкций. Указанные факторы, наряду с опасением покупателей российских ресурсов, попасть под вторичные санкции Минфина США, заставляют российские компании продавать нефть с дисконтом. Однако за счет высоких цен российским компаниям удается зарабатывать на продаже нефти больше, чем в прошлом году. По мнению президента, происходящее сегодня событие на нефтяном рынке носит тектонический характер. Работать по старой модели, сложившейся несколько десятилетий назад и со старыми партнерами, уже не получится. В текущих условиях необходимо не просто добывать нефть и гнать ее по трубам, но и выстроить всю логистическую цепочку, начиная от разработки нефтегазовых месторождений и заканчивая сбытом ресурсов вплоть до конечного потребителя. Государство поможет российским компаниям выстроить эту вертикальную цепочку за счет достижения договоренности с руководством дружественных стран о создании новых, либо о расширении действующих транспортных коридоров, о переходе на расчеты за ресурсы в национальных валютах. Для российских компаний повысит привлекательность и доступность кредитных ресурсов, а также страховых услуг. Правительство России будет стимулировать развитие отечественной сферы нефтесервиса с учетом ухода с нашего рынка западных компаний. Не стоит надеяться на то, что западные политики продолжат и дальше совершать ляпы и просчеты, предоставляя России новые возможности для развития, поэтому действовать необходимо прагматично и методично.